МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подозреваемый прятал наркотики у одного из смоленских вузов. Закончилась первая лагерная смена. А теперь об этих и других событиях подробнее. 29 июня в Кремле состоялась встреча президента России с выпускниками военных вузов. На прием к Владимиру Путину были приглашены и 20 выпускников Смоленской военной академии войсковой ПВО, окончившие ее с золотой медалью. Подобные встречи стали традиционными и проходят каждый год. На очередном заседании Смоленской областной думы обсудили вопросы финансово-экономического блока и заслушали отчет об исполнении бюджета за 2016 год. Кроме того, депутаты обсудили также исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования и ряд других вопросов. 29 июня в зале городского центра «Досуга» в торжественной обстановке прошло вручение аттестатов выпускникам Десногорских школ. Все подробности далее. В этом году Десногорские школы выпустили 150 юношей и девушек. Поздравить ребят с вступлением во взрослую жизнь собрались учителя, родители, представители администрации города и градообразующего предприятия. Много теплых и искренних слов в своем напутстве Десногорским выпускникам 2017 года сказала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Знаете, дорогие ребята, у вас действительно сегодня, наверное, день, который переполнен огромными чувствами. И при этих чувств, с одной стороны, радость, что окончили школу, радость, что сегодня получаете аттестат, радость от того, что вы уже и мальчики, и девочки, а вы юноши и девушки, вы ответственные граждане страны и сейчас должны ответственно для себя выбрать решение, как дальше будет складываться ваша жизнь, какую вы выберете профессию. Мне хочется сказать добрые слова в адрес тех, кто, не покладая рук, вместе со своими родителями и педагогами трудились над получением знаний, потому что это великая ценность получать знания. Они нужны будут вам всю жизнь. И самая большая еще ценность – школьная дружба, которую, поверьте, вы пронесете в этом зале много взрослых людей. Я надеюсь, они с вами согласятся на долгие годы. Ольга Владимировна вручила золотые медали и аттестаты со специальным золотым теснением девяти отличникам. Эти ребята – гордость школ, учителей, родителей и, конечно, всего города. Чувство гордости, что вот я молодец, я дошла, я выдержала эти 11 лет. Я сдавала физику и общество знания с той целью, чтобы понять, что я сдам лучше, туда и пойду. Как-то я сдала и то, и то хорошо, и поэтому я до сих пор нахожусь в таком неком неведении. Душа больше лежит все-таки на экономическую специальность. Доброго, светлого, жизненного пути и удачи в выборе профессии выпускникам в этот день пожелали председатель Десногорского горсовета Владимир Блохин, заместитель главы Десногорска Александр Новиков, исполняющий обязанности замдиректора по управлению персоналом Смоленской АЭС Владимир Исаев. Осознанно подойдите к выбору профессии, получайте техническое образование и приходите на Смоленскую АЭС работать по строительству САЭС-2, по эксплуатации энергоблока. Но самое главное, какую бы профессию вы ни получили, какую бы специальность вы ни получили, где бы вы ни жили, ни находились, всегда любите свой родной город, город АЭС. Выпускники – активные участники Олимпиад, конкурсов и мероприятий, проводимых в госкорпорации «Росатом», Смоленская АЭС и школы «Росатома». В этот день были отмечены грамотами и памятными подарками от Смоленской атомной станции. В Россию пытались ввести без сопроводительных документов яблоки, клубнику, томаты и черешню. Также было задержано более 300 килограммов испанских апельсинов. Сотрудники пограничного управления передали задержанный груз Россельхознадзору. Всего 20 тонн фруктов, ягод и овощей. Было принято решение об уничтожении продуктов. Международный слёт Отечества закончил свою работу. 29 июня состоялось его торжественное закрытие. Наша съёмочная группа побывала в лагере и узнала о впечатлениях ребят. В церемонии закрытия слёта приняли участие молодые атомщики, представители администрации Десногорска и Смоленской АЭС. Я как патриот Смоленской области, Смоленщины, Десногорска, Смоленской АЭС, хотел бы у вас спросить, а вы мне хором ответьте, либо да, либо нет. Понравилось ли вам на нашем военно-патриотическом слёте в Десногорске? Да! Молодцы! Спасибо! Победители и особо отличившиеся получили заслуженные награды в различных номинациях. Грамоты, благодарственные письма, медали и кубки. Третье – общекомандное место присуждено делегации из Курчатова. Нам тут очень понравилось. Мы смогли проявить свои патриотические качества, смогли проявить свои физические данные. Наша команда заняла третье место, чему мы рады. Тем более участвовало 10 команд, то есть это не 3 из 4. В лагере довольно-таки много чему тебя обучает. Во-первых, хорошие физические нагрузки, которые помогают и в дальнейшем. Также все вот эти патриотические действия, они помогут в нашем образовании в будущем, если мы будем поступать куда-то в военную часть. Второе место у команды из города Чауса, Республики Беларусь. Я завидую Российской Федерации в том плане, что такое мероприятие масштабное, интересное, проведенное в таких условиях военно-полевых, проводятся, проходят они и будут проходить. И никаких преград для этого не существует. Победителями в 10-м юбилейном слете Отечества стали ребята из Смоленска. Не первый раз приезжаем, но все-таки завоевали первое место. Как готовились? Готовились, тренировались. Целый год тренировались, чтобы первое место. Сложные были испытания? Сложные. Участники слета высоко оценили уровень проведенного мероприятия, что подтвердил и председатель правкома Смоленской АЭС Юрий Кузнецов. У нас все получилось. Травм нет. Я думаю, что дети получили хороший заряд бодрости, а самое главное – хорошие навыки, которые им в дальнейшем пригодятся по жизни. Все это время с ребятами были их наставники, которые пообещали привезти свои команды на соревнования и в следующем году. Жители деревни Роткевщина Смоленского района пожаловались на состояние разбитой проезжей части на интерактивном сайте «Карта убитых дорог России». Отметить свою убитую дорогу на интерактивной карте может каждый. Чем больше пользователей проголосуют на сайте, тем вероятнее, что представители Общероссийского народного фронта возьмутся за решение проблемы. Не все масло одинаково полезно. Такой вывод сделали эксперты, проверившие несколько проб сливочного масла, закупленного в магазинах областного центра. Семь образцов принадлежали производителям из Смоленской, Курской, Московской и Брянской областей. Лабораторные испытания показали, что в двух пробах брянского и курского производства выявлено пальмовое масло. При этом никакой информации об этом на упаковке не указано. Смоленские полицейские задержали мужчину, улеченного в бесконтактном сбыте наркотических средств. Бдительные горожане заметили, как подозреваемый делает закладку наркотика возле одного из смоленских вузов и сообщили об этом в дежурную часть полиции. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили закопанный в песок свёрток из фольги. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством, производным спайса. Подозреваемого задержали полиции были известны номера и марка его автомобиля. При обыске в салоне машины обнаружили ещё семь свёртков с запрещённым веществом. Экспертное исследование показало, что это спайсы массой около 13 граммов. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй – лишение свободы на срок до 20 лет. Очередной кусок смоленской крепостной стены от ветхости пришёл в негодность и стал недоступен для посещения. Это так называемый мостик вздохов возле лодочной станции в Лопатинском саду. Подходы к мостику огорожены металлическими решётками. На них таблички с запретом приближаться к опасным местам, откуда осыпаются части разрушающихся кирпичей. Оздоровительный лагерь 4-й школы завершил работу первой смены. Как отдохнули юные десногорцы и каких высот достигли, расскажем в нашем сюжете. В первый летний месяц в школьный лагерь пришли 75 человек, а это три отряда. Дети побывали на многих городских мероприятиях. В библиотеках Десногорска, на выставке в музее, на концерте в музыкальной школе, в городском центре досуга. Смотрели презентации, участвовали в различных программах. В отрядах проходили интересные конкурсы. Смена прошла весело. На протяжении всего месяца, всей лагерной смены, дети озеленяли берёзы. У каждого отряда была своя берёза. И за каждое хорошее дело, за участие в мероприятиях, за победы в мероприятиях, ребята, мальчишки, девчонки получали листочки, эти листочки наклеивали на свои берёзы. Сегодня мы видим, что наши берёзы зазеленили к концу смены. За время отдыха в лагере каждый отряд создавал свой солнечный город, а на закрытии прошла их презентация. Кроме того, практически все дети были награждены грамотами в 32 различных номинациях. Были установлены рекорды по скоростному поеданию завтрака, медленному поеданию обеда, по подвижности, набиранию веса, по самому громкому смеху. Воспитатели и вожатые солнечного города желают детям отлично провести оставшиеся каникулы и отдохнувшими прийти 1 сентября на занятия. И в заключении наш анонс. 1 июля в деревне Калпенице Рославского района пройдёт трофи-рейд «Диверсия тропою партизан». В гонке участвуют экипажи различных категорий. Прото, экстрим, спорт, стандарт, туризм, полироль, квадроциклы и велозачёт. Начало соревнований в 10 часов. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю вас за внимание и желаю хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова